здравствуйте дорогие друзья на днях ко мне пришел пациент и до этого он был у трех разных проктологов и все трое оставили ему разные диагнозы вот к сожалению в проктологии такое иногда случается и не всегда в этом виноваты врачи я должен сказать потому что на самом деле иногда бывает действительно очень сложные случаи для диагностики когда ну просто невозможно обследовать больного но более-менее полноценно и связано это очень часто с тем что у человека очень выраженный болевой синдром вот он заходит врачу он весь зажат у него действительно зажат и от страха и от того что у него есть проблема но соответствующая на промежности которая сжимает сфинктер настолько что даже вот просто вот прикосновение пальчика к даже периональной зоне вызывает у него такую вот эмоцию такие телодвижения что даже вот просто ну невозможно невозможно провести его осмотр и невозможно провести даже и местное обезболивание просто человек не дает себе сделать укол и поэтому конечно можно сделать примедикацию можно человека медикаментозно как-то немножечко затормозить но это очень и очень сложные пациенты для диагностики и с такими больными конечно действительно нужно как-то подходить немножечко по-другому вот в таких случаях мы всех больных смотрим под каудальной анестезией я уже об этом говорил это великолепная анестезия очень несложная когда делается укол в мягкие ткани между крестцом и копчиком вводится ледокаин 10-15 минут в коридоре повторный осмотр все человек расслаблен он практически болей не чувствует и самое главное у врача появляется возможность полноценного осмотра и пальцем и инструментами сделать анускопию можно сделать ректором анаскопии если человек подготовлен вот тут уже все эти проблемы решаются достаточно просто если это трещина мы разводим края ануса и сразу вот она видно но бывают трещины глубже а чтобы ее посмотреть и пальцем и не всегда пропальпируешь поэтому нужен нужен осмотр в зеркалах пожалуйста можем смотреть и диагноз ставить если это свищ соответственно самое главное при свище кроме выявления там дополнительных затеков это выявление внутреннего отверстия в расслабленном состоянии очень часто расслабляется в том числе и зона внутреннего отверстия что позволяет более точно определить то проведя специальные медицинские пробы скажем там с воздухом с красителем вот выявить точную и топику точно ее локализации и уже больному более-менее гарантированно говорить о том что рецидива в принципе не будет если скажем вот нет никакой патологии но такое бывает когда больной приходит с болями болит промежность где-то локальная зона или все как бы вместе мы смотрим мы видим что нет ни геморроя нет трещины нет криптида нет опухолевых заболеваний моему его обследовали мы провели анускопию ректороманоскопию колонской патологии нет человека болит вот это состояние мы рассматриваем как прокталгию или тазовая невралгия так вот во время обследования таких больных можно в более легкой степени скажем выявить синдром грушевидной мышцы это мышца которую можно пропальпировать только изнутри при пальцевом осмотре она небольшая но она имеет достаточно серьезную функцию потому что из-под нее выходит выходят нервы они иногда могут передавливаться что вызывает может вызвать болевой синдром вот господа именно то что я вам хотел сказать по поводу альтернативной консультации и вообще по поводу консультации вот в сложных случаях когда вот такие есть болевые синдромы и не только кстати говоря болевые синдромы иногда бывает просто сложные случаи для диагностики когда даже трузи не всегда помогает хотя и трузи в свою очередь может иметь как ложно положительные так и ложно отрицательные результаты вот то о чем я вам хотел сказать пожалуйста задавайте вопросы звоните я стараюсь отвечать на все вопросы будьте здоровы всего вам доброго до свидания и Субтитры подогнал «Симон»